Фрагменты лепнины и куски штукатурки лежат на тротуаре. Зрелище грустное и, увы, привычное. Эти дома, постройки середины прошлого века, несколько лет назад стали осыпаться. Вот так было пару дней назад. Сейчас мусор убрали, поставили ограждение, укрепив некоторые из них кусками той самой лепнины. Директор одного из магазинов на первом этаже признается, прохожих это немало раздражает, так что достается даже продавцам. Сталкивались с тем, что с таким негативом заходили люди и говорили, почему у вас лежит здесь лепнина, но, поверьте, мы к этому отношения никакого не имеем. Сыпятся и уже много лет фасады многих старых зданий здесь. Особенно страдает нечетная сторона. Здесь стены меньше прогреваются и оцаревают. Архитектор Александр Деринг рассказывает, несколько лет назад узнал еще одну из причин – некачественный ремонт. Его внимание как-то привлекли рабочие, которые штукатурили соседний дом. Я так посмотрел, тут же замешивают, написано «штукатурная смесь для внутренних работ». Я еще так удивился, думаю, ребята, что нам дали, из того и делаем. Если добавить к этому крышу и особенно водостоки, которыми, по мнению Деринга, управляющая компания занимается так, что дождевая вода часто льется прямо по стенам, итог неизбежен – фасады сыпятся. Иногда людям на голову. Падающая штукатурка и лепнина – это не просто некрасиво, это еще и опасно. Около семи лет назад вот с этого дома упал большой кусок штукатурки. Пострадали машины, и что самая печальная – девушка, которая просто проходила мимо. Что касается дома по Ленина 67, с которого упала лепнина, в администрации Барнаула объяснили. Несколько лет назад этот дом некачественно отремонтировали. Подрядчик вернул часть денег, а дому теперь предстоит новый ремонт. Решением Железнодорожного районного суда города Барнаула на органы местного самоуправления возложена обязанность по проведению капитального ремонта указанного дома. Необходимо выполнить капитальный ремонт фасада, крыши, трубопроводов, отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Соседние дома тоже обещают отремонтировать в ближайшее время. Но Деринг уверен – простого ремонта недостаточно. Этим домам нужно особое внимание. Точнее, признать всю часть проспекта единым комплексом, так называемым достопримечательным местом. Так уже сделали соседи новосибирцы для Академгородка и улицы Богдана Хмельницкого. И так, уверен архитектор и его коллеги, а также общественники, нужно сделать с участком проспекта Ленина. В этом случае дома оказываются под двойной защитой. Если бы на дома, которые, их не так уж сильно и много, вот на этом участке, были разработаны паспорта, в которых прописано световое решение фасада, вот, неизыблемо. Вот такие колера, они номеруются, можно найти. Рекомендации по составам штукатуркам, если ремонтировать, то нужно делать вот так. Там видны детали, там прописано отношение к этим деталям, что это не ремонт, а должна быть реставрация. Плюс это позволит привлечь дополнительное внимание властей и, возможно, больше средств на ремонт. Это должно спасти комплекс зданий от разрушения и может в перспективе привлечь внимание туристов. Александр Деринг планирует озвучить свою инициативу на одном из ближайших заседаний Общественной палаты Алтайского края. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком.